Библиотеку с полной уверенностью можно назвать сокровищницей духовной мудрости. Именно здесь хранится литературное творчество писателей и поэтов, как прошлого, так и настоящего. Любители словесности – частые гости уютного зала. Живое слово постоянно звучит, как музыка души. Творчество начинается с самовыражения. Это самое главное. Мы не пишем, потому что папа попросил, потому что учительница, значит, тему какую-то на уроке в школе дала, а потому что я восхитился солнцем, меня удивил воробей, который чирикает на ветке. И это во мне родило настоящее подлинное творческое переживание. И мне захотелось это запечатлеть для других. Более ста работ представили на сот жюри участники фестиваля «Моя малая родина». Это как начинающие творцы, так и именитые поэты и писатели, что успели приобрести имя в подмосковной литературе. Каждый пишет свои стихи на особой волне вдохновения. Они возникают тогда, когда человек увлечен какой-то темой. Вот, допустим, тема Великой Отечественной войны. Мне хотелось написать стихи об этом, но я не знала, как это сделать. Я не могла найти, с чего начать, обозначить какую-то свою личную тему. И вдруг мне как будто, не знаю, с неба что ли, приходит тема девушки, которая воюет на фронте, которая погибает, остается ее любимый человек, и она к ним обращается во сне. Ассоль Центекиду 12 лет. В своих стихотворениях девочка затрагивает разные темы – от личных переживаний до общих проблем. Говорит, что красивые строчки может обдумывать долго. И из пяти написанных отрывков написать одно полноценное произведение. Я мечтаю стать психологом. Я знаю мою будущую карьеру, но писать стихи – это очень хорошо, это развивает интеллект. И это, в первую очередь, саморазвитие. В фестивале приняли участие литераторы широкого возрастного диапазона. Все стали дипломантами и получили награды конкурса «Моя малая родина». Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.